Привет, с вами Иван, и я сегодня расскажу и покажу, как писать песни в стиле Slipknot, Godsmack и Lamb of God. Писать песни мы будем на гитаре, а гитара настроена в строй дроп-D. Перед дальнейшим просмотром этого видео для полноты картины убедитесь, пожалуйста, что вы знаете ноты на гитаре и знаете базовые приемы, такие как palm mute, голуб и в курсе, что такое квинта и power record. Все это легко находится в поиске на моем канале. В мусс-школах учат, что существуют так называемые гаммы или лады, 7 нот или иногда 5 или 6 нот, из которых складывают люди мелодии. Наиболее популярным ладом является мажор и минор. Давайте для начала послушаем мажорный лад. А теперь я сыграю простейшую мелодию, используя ноты только из мажорного лада. Детский сад, короче. Ну, а что же у нас умеет минор? А теперь мелодия в миноре. Грустно, конечно, печально, но не металл. А теперь давайте послушаем настоящий металлический злобный лакрийский лад. А теперь божественная лакрийская мелодия. Неплохо, неплохо. Ну, а что, если теперь сыграть квинту от каждой ноты в лакрийском ладе? Для удобства я сейчас назову лады, на которых я зажимаю эти самые квинты. Тоника нота Ренуэлланд. Первый, третий, пятый, шестой, восьмой, десятый и двенадцатый тоника. Погнали, песня на лакрийском. Тоника на лакрийском. И聞ки музыка. Вторые. Какими-то молapo. И耐 лакternal. Первый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь я сочиню свою собственную коротенькую песенку на лакрийском, используя как квинты и пауэр-аккорды, так и одиночные ноты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это моя только что придуманная песня, так же как и будущая придуманная вами песня, в лакрийском ладу легко транспонируются на другие гитарные строя. Я просто буду зажимать те же самые номера ладов, но на другой гитаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще ништяк, тяжеляк для пацанов. Таким образом, важно запомнить расстояние в ладах от тоники. Первый, третий, пятый лад и так далее. Для успешного сочинения песен практически в любом гитарном строе. Важно понимать, где эта наша тоника находится. Где начало гаммы, где начало мелодии. Ее корень, так сказать. Ну а что, если эту самую тонику пресловутую передвинуть и играть ее не на нулевом ладу, а на втором получится примерно так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По большому счету, возможности безграничны. И строгих правил и ограничений в музыке на самом деле нет. Экспериментируйте! Удачи в творчестве! С вами был Иван. Смотрите мое видео. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok